Собрать новогодний стол сейчас в Москве несколько проще, чем в застойные годы. А можно и вовсе ничего не собирать. Отправиться куда-то, где есть и оливье, и вообще все что угодно. Но были в Москве и прежде такие возможности. Салат оливье придумал Люсьен Оливье. Он был одним из тысяч понаехавших и понаостававшихся французов. Ему повезло из домашнего повара превратиться в ресторатора и известного на всю Москву шефа. Люсьен Оливье заведовал рестораном «Эрмитаж», одним из самых роскошных во всей древней столице. И вот здесь было бойкое место для дореволюционных таксистов, лихачей. Абсолютно ко всем выходящим из «Эрмитажа» они обращались в ваше сиятельство. Со временем обращение «Ваше сиятельство» затерлось и превратилось в «Оссиязь». В «Оссиязь»? Экипажик подъехал? Ожидает вас у ресторана «Эрмитаж». Опытные лихачи знали, в какой роскоши нежились в «Оссиязи». Вот в какой. С таких пассажиров можно и побольше содрать. Давно уже нет ресторана «Эрмитаж». А в театре школы современной пьесы, занимающей здание знаменитого особняка, случился пожар. Сейчас здание уже открыли после реставрации. А вот так роскошные интерьеры выглядели еще совсем недавно. Это же печальное обстоятельство даст нам возможность взглянуть на остатки былого богатства. Изнутри. Это овальный зал. Колонны подпирают потолок слепнины из даже не николаевских, александровских времен. Разумеется, здание отапливалось дровами. Это старый дымоход. Неизвестно, оставят его после ремонта или замуруют. Но копоть, та из прежней жизни, останется здесь навсегда. А это большой зал. Большой зал ресторана «Эрмитаж». И снег сейчас падает на пространство, где когда-то стояли столики, и где официанты выносили оливье. И уж, наверное, не тазиками. А стены оформлены в давней московской традиции эклектического разнообразия. Купидончики, дракончики, дары природы. Что значит вензель ТО, разобраться сейчас непросто. Но в первые годы ресторан «Эрмитаж» именовался трактиром. То есть с половыми вместо официантов, с рубахами на выпуск вместо фраков и криком «Человек!». Так что трактир оливье теоретически быть может, но не ручаемся. Человек! Именно на трубной площади Люсьен Оливье и придумал знаменитый салат. И назвал в честь себя. А способ приготовления держал в секрете. Не, 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 нельзя смотреть. Салат это мой секрет. Ну, по крайней мере, так говорят. У всех, кроме Люсьена, получалось, как метко писал Геллеровский, то да не то. Хотя оригинальный рецепт оливье никакая не тайна. Журнал «Наша пища», 1894 год. Самая ранняя публикация рецепта знаменитого московского салата. Рябчики – 1,2 штуки, картофель – 2 штуки, огурцы – 1 штука, салат – 3-4 листа, провансаль – 1,5 столовой ложки, раковые шейки – 3 штуки, ланспик – бульон, то есть 1,4 стакана, каперсы – 1 чайная ложка, оливки – 3-5 штук. А к 1979 году не то, что ланспика с рябчиками. В Москве даже горошек было трудно найти. Казалось бы, к горошкам в России любые Иван да Марья с незапамятных времен сыты. Но к 70-м годам оказалось так, что ни Иван, ни Мария горошка месяцами не видели. Почему дефицитом стал вроде бы не мясной, не экзотичный продукт, уже не разберешься. Очевидно, причуды госплана. Он располагался вот в этом здании. Так что, глядя ретроспективно, поневоле сделаешь вывод, что архитектура нет-нет, да и определяет сознание. Главным съедобным горошком, попадавшим на одну шестую часть суши, был венгерский горошек «Глобус». Страны соцлагеря были немногими поставщиками импорта в страну Советов. Да и простые мелочи вроде горошка попадали нечасто и с перебоями. Даже в Москву. Над рестораном «Люсьена Оливье» угроза объяснимо нависла в 1917 году. Сразу после Октябрьского переворота буржуазный рассадник закрылся. Сюда, в бывший ресторан «Эрмитаж», въехала американская администрация помощи. Эта организация занималась примерно тем же, что и организация-предшественница. Только в масштабе бедствия. Кормила голодающих. В 1921-1922 годах в Советской России массовый голод. По Волжье и Южный Урал претерпевают настоящую катастрофу. Американцы на гуманитарную катастрофу отвечают гуманитарной помощью. Прямо с Трубной площади в Москве. Но годы идут, и годы НЭПа многими ощущаются, как волна благополучия. Советская Россия переживает раздвоение личности. С одной стороны, строит социализм. С другой, частично возвращает прежний мир. К 20-м годам легендарный московский салат превращается в имя нарицательное. Такой атовизм из прошлой буржуазной жизни, чудом проскочивший в жизнь новую, социалистическую. И пока большевики, скрипя зубами, соглашаются на НЭП, салат оливье едят только НЭП-маны. Даже в лютые 30-е годы в разговорах «нет-нет», да и всплывал роскошный салат из прошлой жизни. Тогда говорили «недобиток». О майонезе знавал и сам Люсьен Оливье. Его «провансаль» в рецепте – это он самый. Но люди 30-х о майонезе чаще всего не слышали. И даже не по причине периодического голода и дефицита. Просто майонез еще не превратился в гастрономический цемент, скрепляющий любые ингредиенты и сцепляющий поколения. Это случилось в 60-е и даже 70-е. Майонез мог быть идеальной заправкой для борща, идеальным соусом к пасте и даже идеальной намазкой для бутерброда. Но все это могло обойтись и без майонеза. А вот салат в Оливье не мог. Это только казалось кому-то там наверху, что советскому народу без регулярных поставок майонеза и так жилось неплохо. Дефицитный, потому что любимый. Или любимый, потому что дефицитный. Как бы то ни было, но за каждым... Мир, труд, май! Слышалось. Мир, труд, майонез! Перерождение некогда главного буржуазного салата Москвы случилось тоже к 60-м и даже 70-м годам. И не то чтобы 20-й съезд. Оттепель, либерализация, вынос бывшего кумира из Мавзолея. Не это, наверное. Просто естественный ход времени. Красные лепестки раковых шеек сменились морковкой, а рябчики – колбасой. Не зря говорили в СССР, что лучшая рыба – это колбаса. Принцип добычи и правда базировался на одном и том же – знании правильных мест, но еще терпении и упорстве. И тогда, как по шучьему веленью! В 1972 году в Москве и всей центральной полосе случилась жара беспрецедентного градуса. Трава для откорма крупного рогатого скота выгорела на солнце. Под нож пустили сотни тысяч голов. С мясом начались перебои. В стране начался массовый и непреодолимый дефицит продуктов. Продуктовый заказ – это был верный способ наполнить пустующую авоську. Продуктов в магазинах нет, но если ты хорошо работал или хорошо устроился, можно было оформить заказ на дефицитные продукты. Самые нужные! Прикатывались банки с венгерским горошком. Приползал майонез. Как с неба падала колбаса. Хоть докторская, а хоть… ну, хоть не всем. И сервелат. Это Введенское кладбище. До революции здесь хоронили в основном иностранцев. Примерно 10 лет назад здесь нашли разбитое, расколотое и втоптанное в землю надгробие. Теперь оно самое популярное на Введенском кладбище. Вот он, Люсьен Оливье. От друзей и знакомых. Лежит под этим камнем французский повар, ставший москвичом. 1883 год смерти. Не застал ни всемирной славы своего детища, ни замены раковых шеек на колбасные. Но с Москвой Люсьен Иванович был знаком близко и догадывался, что судьба в этом городе может вывернуться как угодно. Созданный Люсьеном Оливье салат прожил удивительную жизнь. Был буржуазным деликатесом, стал салатом для всех. И самые известные московские часы на самом-то деле отбивают отсчет до того мига, когда к изобретению московского француза вновь потянутся вилки всей страны. МОН КРИФИЛИ